Здравствуйте, друзья! Итак, в наших недельных главах Корах и Шлах, то, что мы изучаем в этой неделе про грех разведчиков, про грех Кораха, здесь можно выучить очень важный урок. Ведь что происходило с разведчиками? Мушер Абейну говорит, идите, зайдите в Израиль, посмотрите, какая великая страна, святейшая страна, которую Бог подарил еврейскому народу. Вернитесь к евреям, расскажите, как же там хорошо, какие там фрукты, какая там святость, чтобы евреи, когда заходили, они заходили с большим воодушевлением, с большой радостью. Давайте, расскажите, что вы там видели хорошего. Зашли 12 разведчиков, и 10 разведчиков начали наоборот отговаривать, не заходите туда, эта страна нам не нужна, в этой стране нужно будет работать, и ман, вот этот чудесный ман, который выпадал для нас в пустыне, он закончится в Израиле. И нам придется заниматься нашими садами, скотоводством, животноводством, и это все будет нас отвлекать от службы Всевышнему. И они сказали, давайте лучше останемся в пустыне, чтобы Бог нас вел, давал нам еду, а мы будем спокойно учиться и заниматься торой. И это была большая ошибка. Бог хотел, чтобы вы зашли, и вы должны были увидеть всю прелесть земли Израиля, а вы наоборот зашли, неправильно все увидели, неправильно все посчитали, вы решили, что нужно остаться в пустыне, сагитировали народ не заходить, вы сделали большую ошибку, вы неправильно увидели ситуацию, вы все неправильно поняли. Это грех разведчиков, грех Короха. Корох говорит, почему Моше, он с Богом общается, почему Аарон, он первосвященник. Мы все святые, любой человек может быть как Моше, как Аарон, я могу быть первосвященником, и мы все равны, все были на горе Синай. Опять Корох неправильно все увидел и сделал абсолютно неправильные выводы. И он ходил и агитировал всю ночь, и говорил Моше и Аарон, они нас обманывают, мы все можем быть священниками в храме, первосвященниками. Опять неправильно. Корох, ты увидел ситуацию. Корох, ты должен был понять, что Бог тебе дает великое потомство. Ты сам великий священник, ты сам великий человек. А твой потомок будет Шмуэль, вообще самый-самый великий, который равен по своему духовному весу пророку Моше и Аарону. Бог тебе и так дал все, что тебе надо. Зачем же ты все неправильно понимаешь и неправильно агитируешь народ? Наши недельные главы показывают, что даже великие люди, а разведчики это были самые достойные и кошерные люди в народе. Корох это был величайший праведник. Даже они могут неправильно все понять. Даже они могут неправильно все увидеть. И даже они ошибаются. Поэтому, дорогие друзья, мы должны все понимать, что наши вещи, в которых мы на 100% убеждены, они не всегда правильные. И мы должны быть готовы и открыты к диалогу, а особенно к диалогу с раввинами, чтобы они нас научили, как правильно смотреть на вещи, чтобы мы не делали ошибки, как их делает Корох, как их сделали разведчики и так далее. Ведь все люди ошибаются. И это нормально ошибаться. Написано, что Машиах придет у Ва Ле Цион Гоэль, придет в Сион Машиах, у Лешавей Пеша Баяков, к тем, кто исправляют свои ошибки, исправляют свои грехи, к тем, кто делают шуву. То есть человек, он изначально априори будет делать ошибку, и он будет делать грехи. И это нормально, в принципе. Не нужно этого бояться ошибаться. Но нужно все исправлять. И тогда придет Машиах, к тем, кто умеет исправлять свои грехи. Но чтобы исправить грехи, нужно увидеть этот грех. Нужно осознать свою ошибку. А не быть как Корох, который уперся и не хотел слушать Моше. Моше там бегает, говорит, успокойтесь, вы же левиты. Вам Бог все сделает, все, что вам надо. Вы великие люди, успокойтесь. Но Корох был такой упрямый, не хотел. Разведчиков, как они убеждали Моше, Аарон, Калев, Йошу, они их убеждали, ну зачем, что же вы делаете, великий грех. Сделайте Чуву. Но они уперлись и говорили, мы не можем ошибаться. И в этом была их колоссальная ошибка. Ты должен уметь признавать свои ошибки. Ты должен уметь исправляться. И это твое великое качество. У Вали Цион придет Моше к тем, кто умеет исправляться и расти и так далее. Есть очень известный рассказ про двоих людей, которые там увидели на заборе какое-то черное животное. Один сказал, это ворона. Его друг сказал, нет, это кошка. И они начали спорить, кошка-ворона, кошка-ворона. Пока они не решили, а давайте-ка кинем камень в это животное. Если полетит, то ворона. Если спрыгнет, побежит, то это кошка. И они кидают камень. И вот птица взлетает. И говорит ему, ааа, я же тебе говорил, что это ворона. А второй, который был уверен, что это кошка, сказал, вау, если бы я сам не увидел, никогда бы не поверил, что бывают летающие кошки. Что мы здесь видим? Что вот этот упертый человек, который не хотел признавать свою ошибку, он готов поверить, что это летающая кошка, чем то, что он ошибся, и это сидела ворона. Нужно уметь признавать свои ошибки. И это великое и очень достойное качество, которое в Талмуде везде приветствуется и которым всегда хвалили даже великих раввинов. Все абсолютно делают ошибки. Главное ее признать, увидеть свою ошибку и ее исправить. Спасибо огромное за внимание. Дай нам Бог всегда стараться делать как можно меньше ошибок, все правильно видеть и понимать. Но если мы уже где-то когда-то оступились, чтобы мы осознали свою ошибку и ее исправили. Спасибо огромное за внимание. Шавуа Тов.